Эйден Тозер. Стремление к Богу. Предисловие. Или подходящее толкование истины. Их мучает жажда самого Бога, та жажда, которую невозможно утолить, не припав к источнику чистой живой воды. Вот единственный подлинный предвестник духовного пробуждения, который мне удалось приметить на всем религиозном горизонте, речь идет, быть может, о небольшом, величиной человеческой ладони облаке. Оно, это облако, может воскресить к жизни многие души и вернуть то лучезарное чудо, которое должно сопровождать веру в Христа, чудо, которое почти не проявляется в Церкви Божьей в наше время. Эту жажду живого Бога должны почувствовать и наши церковные деятели. Нынешние евангельские церкви воздвигли жертвенник, разделили жертвоприношения на части и успокоились на этом, довольствуясь пересчетом камней и реконструкцией деталей. Никому и дело, кажется, нет до того, что уже не подают огня с вершины высокой горы кормил. Но, слава Богу, есть еще немногие, которым это не безразлично. Таковые, хотя и любят жертвенник Божий, и жертвоприношение приносит им наслаждение, все же не могут смириться с удручающим отсутствием алтарного огня. Все их желания направлены к Богу. Они жаждут вкусить пронзительной сладкой любви Христа, которую описывали и прославляли святые пророки и псалмопевцы. В наше время нет недостатка в служителях, способных объяснить Библию и правильно изложить христианские доктрины. Однако, мне кажется, очень многие из них свыкаются с тем, что они из года в год, наставляя учеников в правилах веры, сами в своем служении не испытали непосредственной близости Бога, и ничего исключительного из ряда вон выходящего в их судьбах не происходит. Они верой и правдой учат христиан, в груди которых горит тоска по Богу, хотя тоску эту утолить их учение не в силах. Надеюсь, что говорил в братолюбии, и потому заявляет, что наши проповедники действительно подобной тоски не утоляют. Страшный приговор, прозвучавший из уст Мильтона, не утратил своей актуальности и до ныне. «Голодные овцы подъемлют взоры и остаются без корма». Это серьезный вопрос и немалый позор для царства, когда чадом Божьим не достает пищи за столом отца. Правдивость слов Уэсли подтверждается на наших глазах. Ортодоксия, иначе говоря, чистое учение, есть в лучшем случае весьма незначительный раздел религии. Если целомудрие вне чистого учения немыслимо, то чистое учение вне целомудрия вполне допустимо. Сочетание чистого учения о Боге с отсутствием целомудрия и любви к нему вполне реально. Сам Сатана доказательство этому. В наши дни, благодаря библейским обществам и другим действенным органам, которые сеют слово, многие миллионы людей придерживаются правильных мнений. Может быть, этих людей гораздо больше, чем когда бы то ни было в истории церкви. И тем не менее, вряд ли когда-нибудь было время, когда в богослужении отмечался больше упадок, нежели теперь. Многие церкви полностью утратили творческие принципы богослужения. На их место явилось нечто инородное и чуждое под названием программа. Этим заимствованным с подмостков и эстрады словечком «Горькая житейская мудрость» назвала ту модель церковного служения, которая ныне почитается между нами за богослужение. Здравое толкование Библии в церкви живого Бога есть настоятельная необходимость. Без этого никакая община не станет новозаветной церковью в строгом смысле этого слова. Однако случается. Библию толкуют и так, что слушатели остаются без всякого духовного подкрепления. Ведь душу питают не просто слова, но сам Бог. И до тех пор, пока слушатели не найдут Бога лично, услышанная истина не принесет им ничего. Библия не последняя инстанция. Библия – это средство, предназначенное приводить людей к сокровенному и отвечающему потребностям души по знанию Бога, чтобы, соединившись с Ним, они могли испытать наслаждение пред лицем Его, глубочайшее наслаждение от близости живого Бога самой Его сущности. Книга «Стремление к Богу» – это скромная попытка помочь чадам Божьим, аучущим найти Его. Здесь нет ничего нового, если не считать некоторого открытия, которое совершило мое сердце в духовной сфере, для меня всего более восхитительной и поразительной. Предшественники мои проникли в эти святые тайны дальше моего, и пусть мой огонь не так сильно полыхает, как у них, он, по крайней мере, реален, и хочется верить, что найдутся люди, которые от его пламени зажгут и свои светильники. Эйден Тозер, Чикаго, Иллинойс, 16 июня 1948 года